Дезинфекцию провели и на атомном крейсере Пётр Великий. Подразделения химзащиты обработали палубы, вооружения и все помещения. Разумеется, первостепенное внимание здоровью экипажа. Из Североморска репортаж Игоря Агеенко. Повышенные меры безопасности введены там, где, казалось бы, режим жёстче, уже быть не может. Чтобы попасть в главную базу Северного флота, нужно преодолеть несколько кордонов охраны. Но даже этого в условиях эпидемии недостаточно. Нужны дополнительные меры. Строгие режимы термометрия каждые несколько сотен метров. Так встречают на территории воинских причалов в Североморске. В городе уже выявили 12 заболевших, а потому в частях и на кораблях каждый член экипажа под пристальным наблюдением. В день человеку здесь меряют температуру до пяти раз, а врачи работают без остановки. Экипаж одного только атомного крейсера Пётр Великий насчитывает свыше тысячи человек. Обработка обязательная рук, детекционный коврик, то есть все барьеры по дезинфекции. Соответственно, на самом корабле проводятся мероприятия по термометрии, по раннему выявлению заболевших возможных, медицинские осмотры регулярные. И хотя общее построение здесь отменили и без надобности людей не собирают, огромный крейсер каждый день проходит дезинфекцию и изнутри, и снаружи. Занимается этим специальное подразделение. А времени сколько надо, чтобы вот эту стену всё отмыть? В зависимости от количества человек, если один человек, то часа два можно потратить здесь. Если несколько человек, то полчаса управимся. Особое устройство распыляет на поверхность не только спецраствор, но и пар. Причём они не смешиваются. Ни вирусы, ни бактерии в таких условиях просто не выживут. Корабли российского военно-морского флота полностью приспособлены к работе в условиях химических и бактериальных заражений. На них есть всё необходимое для защиты экипажа. В данных случаях растворы это 1% раствор ДТС ГК, специального препарата, который именно противобактериальный. Используется для ликвидации последствий применения биологического бактериального оружия противникам. Сейчас из-за карантина на корабле остались только 30% экипажа, остальных отправили домой. Но, как заверили военные, на боевую готовность флагмана Северного флота это никак не влияет. Свои задачи Пётр Великий готов выполнить по первому приказу. Игорь Геенко, Дмитрий Иванников и Павел Ковлига. Вести из Мурманской области.